Приветствую вас, уважаемые любители рыбной ловли. В сегодняшнем выпуске хотел бы рассказать по поводу оснастки для ловли ротана. Он же бычок. Очень распространенная рыба на наших удоемах в Подмосковье и ближайшие областя. Калужской, Тульской области, Владимирской области. Прежде всего по поводу удилища. Удилища самые простые, самые дешевые. Вот такие брал я еще очень давно и покупал. Катушечная. Леска. Леска используется от 0,14 до 0,18 мм. Почему такая толстая? Потому что ловля происходит в коряжнике, по большей части. В таких замусоренных местах, где рыба стоит. Кивок. Тоже самый обычный. Металлический. Довольно-таки грубо регулируется. Вот, по жесткости. То есть, если мормышка или блесна тяжелая, задвигается назад чуть-чуть для регулировки веса. По первому льду самая распространенная, самая любимая насадка, это у нас не насадка, а приманка, это у нас блесна. Блесны используют трех типов. Первый, это у нас латунная. Вторая, это медная. Третий, это серебристая. Светлая. Светлая. Самая универсальная, это у нас латунная, в солнечные дни это у нас медь, ну и соответственно в темные дни, в пасмурные, ставим серебристую блесенки. Далее, после увеличения нароста льда, с протяжения прошло после, с момента ледостава где-то недели 3-4, как лед вырастает. Я примерно засекал где-то сантиметров до 40. Активность рыбы снижается, перехожу на ловлю мормышками. Мормышки у меня все самодельные. Вот такие я делал, паял сам, красил. Ключок где-то в номер, вот это четверка. Так обычно, пятерка, шестерка, самые ходовые. Также использую данные мормышки для ловли летом. Это уже с двинниками. Специально тоже тестовую пробу, делал себе. Вот, паял, тушь собирал. Ну и также пробую, экспериментирую с окрасками. От ярких, серебристое, зеленое, черное. Вот, есть даже белую ставил, делал. Но, как показала практика, самый лучший цвет, это серо-черное. Вот, вот на такие мормышки я ловил даже карась. Попадался, на паяны, на капельки. При ловле ротана попадался карась. Это в летний, конечно, период, зимой он ни разу не был. Залетал. Тестовый пробовал делать такие же вот дробинки. С одинарным крючком и стройником ставил. Вот, тоже интересная штука. Пробовал ловил, когда уже не на блесны, не на мормышки. Экспериментировал. Ставил вот эти, ну, поклевки. Поклевок много, но бьет в груз. Почему-то не хвостик, а в груз. Вот, когда клюв ухудшается, ставлю над блесной. Над блесной ставлю, привязываю один крючок одинарный. Сюда подсаживаю червя. И, соответственно, при игре большинство поклевок происходит на него. Но это когда рыба капризничать не хочет брать. Крючки, как я в других выпусках своих видео показывал. Опять омурозки использую. Вот опять кто какие любит, кто на какие ловит. Вот. Далее. Всегда с собой ношу пасту ГОВИ. Надо бы почистить блесны. Блесны, если вода плохого качества, тем более, когда начинает наступать кислородное голодание, блесны быстрее окисляются. Такой небольшой запас блесен с собой всегда ношу. Вот, мормышки. Такие крупные есть, но это уже для другой рыбы. Для другого видео. Так, по поводу насадки хотел бы рассказать. Первая насадка, которую используют, самая первая, самая любимая, это, конечно, червь. В магазине купить одну упаковку червя, это будет гораздо лучше и по клеву, и по интенсивности. Вот. Вторая, это у нас идет говядина, красное насыщенное мясо, которое привлекает рыбу. Так, третья у нас получается курица, ну и четверто свинина, потому что мясо свинина, сами знаете. Ох, светлое. Соответственно, почему-то оно хуже берет. Некоторые рассказывают, что ловят на сало. Да, видео ловят на сало, но, скорее всего, от безвыходности. То есть у меня были случаи, когда на рыбалке заканчивался червь, я вскрывал ворот она, грубо говоря, вспорвал животом, ой, ножом. И, соответственно, кишки использовал для подсадки на блеснах или на мормышке. В мормышке есть еще вот такой план, интересно, нашел в магазине, тоже зашел, случайно увидел несколько лет назад. Не знаю, видите, не увидите. С одной стороны металлическая вставка идет у нас, медная пластиночка. С другой стороны у нас идет напайка. Вот. Тоже интересная мормышка, много я на нее ротана переловил. Вот так, в принципе, все по снасти. Снасть, как я говорил, самая простая, там ничего сложного нет. Мы думаем, что ничего не надо, не зашеляться. Места ловли, самая распространенная, это коряжник. Если летом плавали на этой, да, именно на лодке, видели где-то что-то притоплено. Вот. Покрышки, не покрышки, бутылки и так далее и тому подобное. Разный донный мусор. Самое лучшее место ловли это там. Ну и, соответственно, трава, камыш и так далее и тому подобное. В таких местах, как правило, стоит ротан. Вот. Ну, в принципе, все. Если кого заинтересовали, какие-то вопросы появились, заинтересовал видео или что-то по поводу видео, можете поставить в комментариях, свободно обсудим эту тему. Смотрим, ставим лайки, подписываемся на канал. Всего доброго, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok